добрый вечер с вами александр костенюк и в темпе настоящего блица расскажу вам о том что произошло в шестом туре супер турнира вайконзе и прежде всего давайте посмотрим на результаты вот такими вот результатами сегодня порадовали нас соперники много ничьих две результативные партии о них возможно а какой-либо из них расскажет более подробно в своем обзоре завтра владимир добров ну а мы мельком давайте посмотрим что же произошло в каждой из этих встреч и так начнем сначала начнем сначала с партии дуда карлсон здесь была разыграна итальянская партия которая возникла порядком из защиты двух коней я рассказывала почему так а не иначе в начале трансляции на нашем сайте испанкос опять видимо был не готов не готов янг шиштоф дуда к такому к этому варианту по крайней мере никаких серьезных проблем он перед черными не поставил более того в этой партии очень быстро черные справились с тем чтобы провести d5 а как правило в итальянке если d5 прорыв удается черным осуществить и белые не успевают к центральной пешке е5 черных как-то прицепиться то черные решают все дебютные проблемы эта партия не стала исключением но здесь отмечаю что конь бьет е5 не проходит ввиду ввиду такого часто приема в итальянской партии конь е5 ладья е5 слон f2 и на короле в 2 ферзь f6 двойной удар достаточно типичный прием ввиду этого пешка на е5 косвенно защищена белые сыграли d4 возможно уже здесь решили как-то уравнивать но не удалось им полностью уравнять не удалось полностью уравнять вот изолятор такой на доске возник и конечно позиция мавнуса была замечательной о большем мечтать и не приходится но правда где-то где-то что-то возможно не так сделал чемпион даже сразу сложно сказать потому что через несколько ходов уравнял янг шиштов дуда и более того как-то стало стало неспокойно вокруг черного короля уже потребовалась выдержка чемпиону мира но он ее продемонстрировал такой слон h6 интересный удар был нанесен белыми идея в том что ход же же h проигрывает ведут ферзь h5 король f7 конь h6 и на король g7 обратно конь f5 и пользуясь тем что линия h уже освобождена затем следует ферзь h7 но может быть слон h6 было эффектно эффектно но не совсем эффективно погнался за красотами польский гроссмейстер но после король ладя f7 ферзь h5 конь е7 пришлось пришлось менять ферзей переходить в эншпиль и эншпиль оказался очень неприятным для белых хотя опять же сразу же об этом глядя на позицию тяжело сказать но еще через несколько ходов был ключевой момент этой партии находящийся в сильном цветноте янг шиштов дуда допустил неточность и на тридцать шестом ходу на тридцать шестом ходу очень быстро сыграл магнус карлсон сыграл конь b4 вполне естественный ход напал на слона на что последовал ладя c8 шах и затем белые ушли слоном и как часто говорят отделались легким испугом а если бы магнус чуть-чуть подольше подумала и оформил эту идею он бы возможно сыграл король f7 и сейчас конь b4 ход уже угроза так как промежуточного шаха не будет то есть ладья белых не сможет уйти из-под вилки конь b4 создает угрозу конь d3 и одновременно висит слон на d4 и белым здесь было бы очень очень непросто решить проблему если возможно на отступление слона на удивление неприятный эншпиль ладейный эншпиль возникает на доске и видимо белые потеряют в конце концов одну из пешек б ну и вот это вот этот кулак кулак пешечный создаст много неприятностей белым но да но не смог не смог задуматься не смог почувствовать магнус критический момент в этой партии сыграл конь b4 но тогда вот этот спасительный шах промежуточный ладья c8 шах ладья ушла из-под вилки слон спокойно отошел было еще много достаточно ходов сделано но сути позиции они не поменяли здесь уже самое страшное позади и постепенно постепенно соперники согласились на ничью вновь такое неприятное упущение скорее всего чемпион мира очень раздосован после такой после такой ничей идем дальше максим вашего графа ориантария грюнфельд g3 получился ушел попытался уйти с теоретических путей максим вашего граф видимо захотел выйти на игру после вчерашнего неприятного поражения но как-то не удалось нему эту игру навязать сопернику что можно было что лучше было сделать белым ну так на первый взгляд сложно сказать может быть вместо коня 3 хода который последовал здесь в парте более гибко было отойти ферзем на c1 и дождаться куда же разобьют своего слона черные в том случае если как в парте они пойдут слон е6 после отхода ферзя уже можно пойти конем на c3 но случае развития слона на f5 можно пойти конь bd2 конь таким образом идет на c4 ну и с поля d2 он все-таки контролирует также центр а вот после коня а3 слон е6 ферзь c1 на самом деле позиция постепенно еще через несколько ходов стала достаточно неприятной для белых и очень странно было предложение ничьей которое последовало честно говоря даже удивлена была что это возможно в этом турнире мне казалось что необходимо сделать 30 ходов чтобы согласиться на ничью а может быть и все 40 но в этой партии на 26 ходу черные предложили ничью почему они ее предложили очень сложно сказать и понять потому что вот в этой позиции они сделали ход слон g4 отличный ход выбивают лазью с открытой линии и могли бы наверное еще поиграть но с другой стороны наверное решили что вот эта позиция она примерно равная может быть может быть и справедливо решили но так или иначе так или иначе эта партия закончилась ничью достаточно быстро не смог навязать игру своему юному сопернику максим вошел а граф и все еще находится непривычно для себя второй половине таблицы идем дальше вам йордан ван форест антон гехара давид здесь здесь испанская партия так называемый анти маршал что-то не так здесь сделали черные в митиль шпили все достаточно часто встречающиеся ходы для испанской партии b4 решили черные заткнуть ферзевый фланг слона выбили на d7 оставили на диагонали h38 опять слон f8 ладья е1 ладья b8 уже были партии на эту тему чаще всего здесь белые играли концы 4 затем пытались слон d2 таким образом заставить черных побить на c3 ну и потом постепенно проводили d4 в этой же партии белые d4 сыграли сразу же и возможно здесь черным в какой-то из ходов какой-то момент стоило подумать о ходе c5 немедленно они этот ход сделали но в какой-то самый неудачный момент то есть сначала они его не делали решили перевести ладью по 5 горизонтали и переведя ладью выяснилось что после d5 на самом деле ладья здесь как-то совсем неудачно расположена и хотя ц5 они сыграли но это продвижение оказалось скорее на руку белым так как пешка d6 после нее ослабилась после этого хода ослабилась и все как-то слишком легко стало и хорошо белых получаться в этой партии то есть вот где-то в момент с 18 с 17 даже до хода по 23 24 черные не нащупали верный план у них фигуры не в том направлении пошли и белые белые подготовили провели ход е5 который стал просто очень неприятным неприятным продвижением для черных скрывается линия е по которой у белых все фигуры строены и черные не нашли ничего лучшего чем просто отдать качество слишком уж сильные белые слоны иначе может быть они надеялись на самом деле надеялись что вот в этой позиции они отыгрывают слона и две фигуры за ладью получают может быть на самом деле они могли не жертвовать качество но в данной конкретной позиции получилось что они недооценили силу пешки d и ладья в этом эншпиле в этой позиции сильнее чем две фигуры настолько сильнее что позиция стала очень неприятная ну наверное стоило все таки как то побить пойти король f6 и мучиться в этом эншпиле кто знает может быть что-то бы получилось намучить но все закончилось как часто бывает в неприятных позициях зевком просто в один ход слон d3 последовал фельд же 3 от двойной удар и черные сдались одерживает первую победу как мне кажется в этом турнире юрден ван форест выходит в плюс замечательная новость для болельщиков этого голландского спортсмена идем дальше нильс гранделиус фабиана каруана ну очень тягостное впечатление оставила партия потому что долгое время фабиана пытался 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 что-то получить в разноцвете почти мне кажется 7 часов пытался так и не удалось ему кроме лишней пешки которые немногим его ему помогла в этой партии получить слон b5 редкое продолжение 5 очень быстро черные все дебютные проблемы решили ну тут наверное соперник помог потому что белые решили здесь не откладывая в долгий ящик провести до 4 продвижения возможно стоило какие-то подготовительные ходы сделать может быть сначала а4 ослабить пешку б5 лишь затем уже подумать о продвижении до 4 а после вот этих разменов то черных все стало замечательно несмотря на несколько необычное положение слона впереди пешки д обычно все-таки слон на д6 выходит после хода д5 но тем не менее черные себя с этим слоном чувствовали очень даже неплохо постепенно все фигуры менялись то есть в принципе в этом туре было много таких партий которые про которые сложно что-то сказать делались какие-то ходы соперники были достойны друг друга вот такая вот интересная здесь комбинация была проведена разменная таким образом разменяли разменяли по пары по паре слонов ну да слон очень очень грозы грозен если бы меня попросили оценить эту позицию не зная результата то я бы наверняка отдала предпочтение черным смотрим на градусник пусть он и здесь очень слабый он спокоен спокоен не боится никаких призраков миражей связанных с атакой пешки g2 но и не удалось не удалось каруане доказать что это ослабление и наличие слона белопольного на большой диагонали может доставить белым какие-то проблемы повторюсь сделал мне кажется все что мог и даже боль больше того но все таки все таки на доске были разноцветные слоны долго очень играли маневрировали соперники усилил по максимуму свою позицию фабиана но опять же опять же просто ограниченность материала и наличие разноцветных слонов не позволили ему выжить больше чем выиграть пешку б2 но поле а3 под прицелом белых фигур пешка е5 защищена надежно еще немного поиграли шахматисты и согласились на ничью не получилось не получилось одолеть лидера турнира фабиана каруани посмотрим что будет дальше в партии пентала харекришна радослав айташек я тоже в принципе многое сказать не могу так как сегодня такой блиц обзор уже отмечала я в начале трансляции шестого тура такой вот интересный вариант в в системе рогозина черные сыграли а 6 слоны в 5 стоит отметить что в этой позиции супруга радослава вайташек алина кашлинская уже играла белыми и до играла белыми и сыграла в ничью с ольгой гири на суперфинале недавно прошедшим в москве здесь последовало солнце 3 ольга пошла но еще ходили часто достаточно цепя черный но вайташек решил решил сыграть ферзь е7 пешку на c5 не поставил а такой вот такой чистокол из пешек чистокол из пешек воздвиг на доске тут белые решили разменять еще и слона на коня интересное решение я думаю они шли просто на эту структуру надеюсь пешки которые стоят на белых полях использовать как-то конь на е5 да иногда может залезть перед пешке c6 прицепиться но опять же не удалось им это в партии не удалось доказать что эта структура лучше может быть где-то можно было сыграть поострее в 4g4 но опять же такие движения они обычно бою до острые не входило в планы белых создавать себе слабости ну и опять же ходили долго залезли белые по линии а но но ничего не достигли пробиться через вот этот пешечный пешечный заслон не смогли постепенно все разменялось возникла денег и в конце концов зафиксирована зафиксирована была ничья вечным шахом партия номер шесть андрея сипенко а не шкири тоже тоже про эту партию много не не могу вам сказать славянская защита антимиранский вариант с ходом b3 самый наверное солидная из всех возможных славянок за белых те кто хочет поострее здесь играю g4 те кто не боятся каких-то дебютных головокружительных вариантов бросают вызов ходом слон d3 ну везде у черных есть хорошие пути хорошее продолжение а b3 когда я лет 15 назад играла славянку считался ходом крепким солидным но все таки больше так на долгую примерно равную игру так скажем быстро вошли в конфликт пешки пешки белых и черных такой квадрат пешечный на доске возник и вот тут вот очень интересный момент черные решили сыграть c4 на первый взгляд достаточно неочевидное решение что закрывают они своего слона и на bc ладья бьется 4 то есть dc уже не сыграли потому что видимо белые могут там и е4 d5 сыграть а после ладья c4 да на первый взгляд кажется странно слон закрыт зачем же черные это сделали но видимо было хорошо готов они шгири и знал что контр игра по линии c скрывшийся она компенсирует вот такую несколько неудачную позицию черного слона и опять же в этой партии ничего такого особенного не происходило долго маневрировали постепенно уходили с доски фигуры путем разменов какой-то момент показалось что может быть может быть у белых будет какой-то маленький перевес за счет вот этой слабости на d5 но не удалось андрею ничего существенного получить из этой слабости черных и постепенно да постепенно черные решили проблему своего слона переведя его на поле е6 и согласились соперники на ничью здесь видимо после dc получаются какие-то вечные шахи ну и последняя партия последняя партия я не буду в нее углубляться потому что мне кажется что это претендент на на лучшую партию или по крайней мере на то чтобы попасть во взор лучшей партии дня от владимира доброва тут много всего происходило причем качели были жуткие оценка менялась от хода входа позиция была сложнейшая поэтому мне за две минуты моего блиц обзора ну смешно как-то пытаться разобраться в этих дебрях вариантов давайте просто посмотрим через такой несколько необычный порядок ходов возник так называемый вариант ноты бума который славится своей острой игрой у белых возникает пешечный центр такая пешечная цепочка у черных свою очередь две связанные проходные на ферзевом фланге вот что окажется сильнее пешки в центре или пешки на ферзевом фланге большой вопрос кто-то предпочитает играть эту позицию за белых кто-то за черных ну так или иначе это все теория хорошо известная здесь ферруджи сыграл е5 бывает черные играют ферзь и 7 но тогда есть возможность у белых не дать ход е5 сделать и все шло вокруг того как как расставить пешки играть d5 или нет белые не решились на ход d5 в этой партии может быть зря может быть стоило сыграть d5 до отдаются черные поля конь черных может прийти на c5 но после конь c5 и в 4 скрывается чернопольный слон белых и смотрите как слоны смотрят сторону короля соперником может могут здесь черные не сдобровать поэтому не знаю какой их план на d5 может быть конь b6 и атаковать пешку c4 но это осталось за кадром слон b3 сыграли белые пошли кони в 3 так и не решились на ход d5 но здесь уже как-то странно ходить d5 потому что темп отдают белые по сравнению с предыдущим ходом то есть избрали другой план не стали затыкать центр а наоборот попытались пешку выиграть и вот таким вот образом продвинуть пешки вперед но опять же было много очень сложных интересных моментов и за белых и за черных здесь была возможность черным сыграть а3 разменять пешки они решили сохранить пока эти пешки но с другой стороны после е6 очень грозно опять два слона вскрылись и и возможно так кажется по беглому беглому анализу белые могли серьезные проблемы поставить сыграний ферзь е2 затем ладья f4 и затем просто выбив коня с поля c5 они пошли ладья f2 партии f6 слон d4 но тут как вы видите градусник нервничает очень прыгает и мой компьютер когда я мельком пробегала по этой партии ничего не мог понять ну вот подождем если не володя добров то может быть мы с евгением томашевским более серьезно эту позицию посмотрим проанализируем 25 января во время нашего следующего обзора ну а пока просто посмотрим что произошло в партии качались качались качал или чаши весов и вот здесь вот последовал ход b2 на что белые видимо просчитались что-то зевнули причем очень грубо и пошли ферзь b2 ход проигрывает надо было бить пешку слоном после ладья c5 fd4 вот такая вот позиция возникала у нас разноцвет на доске ну достаточно неприятно играть белыми да все-таки на g2 постоянно под боем двух фигур но позиция была бы еще полна жизни и непонятно бы как закончилась партия а последовал ферзь b2 и выяснилось что на ладья b8 убил их просто нету хорошей защиты от внедрения ладьи на b1 может быть ферзь е2 собирался сыграть александра потом заметил что слон g2 следует просто убийственное и и да и белым белые сделали еще несколько ходов но ладья b1 ладья f1 может быть ладья cb8 до тихий ход не недооценили но просто выяснилось что не могут белые не в силах защититься вот от этой атаки которая часто бывает очень опасно при разноцветных слонах еще пару шахов ферзь b8 очень сильный ход замечательный перевод подключение ферзя в игру с королевского на ферзевый фланг перепрыгнув ферзь ферзь поэтому очень сильная фигура и да и позиция белых просто рассыпалась как карточный домик вот такая вот победа была одержана лиреза ферруджи и давайте посмотрим на положение участников после шестого тура лидер у нас по-прежнему 146 у нильса гранделюса зато по три с половиной шести группа стала побольше со второго по седьмое место делят йордан ван форест магнус карсон пентала хари-кришна фабиана каруана аниш гири алиреза ферруджа на 50 процентной отметке по-прежнему андрея сипенко и родослав байташек ну арияна тари максима вашего грава яна кшиштова дуда минус минус один минус 2 у давида антона ну и да и все все больше больше поражение у александра донченко ну я надеюсь что он не унывает понимаю что все еще впереди и надо собраться на вторую половину турнира на этом я с вами прощаюсь бегу транслировать арену королей она начинается через три минуты и надеюсь увидеться со всеми вами в начале трансляции седьмого тура ну и затем затем впоследствии на каналах ческом.ру на моем личном канале так что до совсем скорой встречи пока пока не болейте играйте в шахматы в шахматы